Указ о возобновлении, может быть, даже в некотором роде деятельности СПЧ при главе Башкирии. Новый состав, который сегодня стал известным, вызывает уже, скажем так, ряд вопросов со стороны наблюдателей, для которых это, скажем так, имеет значение. Конечно же, и вас хочу спросить, как вообще вы оцениваете сам факт произошедшего? Ну и, конечно, по составу тоже хотелось бы немножко пройтись. — Я, честно говоря, думал, что Радий Фаридович забил на это дело, потому что этот СПЧ его не то чтобы уж сильно донимал, но он в какой-то момент казалось, что он занес идею создания СПЧ в реестр неудачных идей Мурзогулова. Действительно, судя по новому составу, по перетурбации этого состава, видимо, Хабирову пришлось создавать второй СПЧ, ну потому что было бы уж совсем неприлично его, извините, похерить. — Неприлично перед кем? — Ну, в общем, то есть это была бы картинка такая совсем уж какая-то демоническая, то есть вот он создал СПЧ, а потом взял его и там и зарубил, да, и прекратил его деятельность. Ну как-то выглядит совсем уж не очень аппетитно. При этом Хабирова изначально раздражала даже вот та слабая активность, которая возникла в первом составе. Ну, я помню вот эти истории, когда вот Вырослан с Наташей Павловой занимались там выборами на конкретном участке, вцепились в эти выборы, значит, там что-то там доказали фактически, что там было что-то не так. Это ужасно раздражало Хабирова. Потом Альмира Жукова раздражала Хабирова своими какими-то выступлениями на заседаниях, значит, он даже там как-то ее обрывал не очень корректно. То есть по природе своих Хабиров абсолютно не верит в общественные институты, он не считает нужным ни развитие, ни поддержку вот этих вот общественных формаций и каких-то объединений, потому для него вот это СПЧ было, очевидно, таким вымонченным каким-то решением в тот период, когда он все еще надеялся хоть немножко понравиться активной общественности республики. Сейчас ситуация поменялась, понравиться не удалось, он на это дело махнул рукой и вот складывалось впечатление, что он не будет продолжать деятельность СПЧ. Ну вот, видите, значит, так получилось. Ладно, ну а то, что касается нового состава, ну это теперь он на 99,5% по моим подсчетам состоит из абсолютно лояльных людей, которые готовы исполнить любую волю, любое направление партии и правительства, которые будут довольствоваться теми скудными темами, которые разрешат затрагивать этому органу. То есть этот орган, на мой взгляд, окончательно превращается в некую имитационную структуру, которая будет призвана имитировать наличие, значит, у нас гражданского общества и наличие процессов по защите прав человека. То есть вот, собственно, то, чем всегда занимаются все недемократические режимы, как назовем их, которые вынуждены делать хорошую мину при плохой игре, создавать имитационные механизмы. Даже при самых суровых временах сталинизма и нашего коммунизма минувшего всегда существовали некие симулякры, с помощью которых можно было заявить, что смотрите, у нас тут все прекрасно с правами человека, и каждый гражданин Советского Союза имеет право, на чем стоит свет, ругать, например, американского президента. У него есть такое суверенное право, никто им это запретить не может. То есть, ну вот, при помощи демагогии, при помощи сокращения тематик, при помощи усекновения полномочий, эти вещи как бы вот и создаются. Так что, ну, оценка моя этого состава, она абсолютно пессимистичная, то есть я пробежался, ну, две-три фамилии мне неизвестны совсем, остальные совершенно яркие персонажи, это такие прохобировские околополитические деятели. Ну, о себе, конечно, говорить как бы не очень принято, но все-таки, да, вот тот факт, что я остался в этом составе в качестве, там, независимого журналиста, все-таки так, я не побоюсь словом, охарактеризовать свою деятельность, это о чем говорит эта ошибка или что? Да, во-первых, я приношу вам свои соболезнования в смысле, я считаю, что, ну, приличным людям не место в подобных организациях, так что, Руслан, вы, наверное, еще подумайте о том, быть ли вам в составе этого всего. Ну, тут, конечно, это тоже цепочка та же, на самом деле, звено той же цепи, то есть когда нельзя было доводить совсем до абсурда, и когда посмотрели, что вот совсем нет журналистов, а тех, кого они там номинально сделали участниками этого совета из числа как бы журналистов, тех людей, конечно, публика не воспринимает. Надо было как-то немножко разбавить, да, ушла Наташа Павлова, ушла Руфа Рахимова, это было как бы, причем, ну, во втором случае это было демонстративно, с Наташей было все поспокойнее, но она давно заявила, что уйдет, соответственно, ну, как бы деваться некуда было, наверное, я так плагаю. Я не хочу вот здесь переходить на личности в том смысле, что хороший Руслан или плохой Руслан, или, может быть, он там удобен режиму или еще что-то, или режим его не боится. Вариантов может быть много, но на самом деле я думаю, что это как бы такой, как бы чуть-чуть компромисс. А вот что касается руководящих, ну, не органов, лиц руководящих, председателя Совета Зульфия Гайсина, зампредседателя Флюр Нурлагаянов, ответственный секретарь Владимир Савичев, политолог. Ну, здесь сто процентов подтверждение моего тезиса о том, что состав СПЧ выправился в сторону абсолютной лояльности. Ну, про Гайсину, как бы вообще в приличном обществе не принято говорить. А про Савичева, ну, я думаю, что Сергей Николаевич Лаврентьев просто порекомендовал вместо себя туда Савичева, как человека надежного, проверенного и повязанного должностью, которую он получил не так давно из рук властей. Так что, вот. А вот про Флюра Нурлагаянова, как бы, тут я немножко растерялся. Честно говоря, он всегда на меня производил впечатление человека порядочного, но не смелого. Теперь я считаю, что он просто не смелый человек. Вот. Ну, так вот, если уж конкретно по должностям пройтись. Так что ничего в этом удивительного для меня точно нет. В качестве контраргумента позволю себе привести мнение политолога Николая Евдокимова, который, в принципе, тоже оптимизмом в отношении СПЧ никогда здесь не блистал. Всякий раз говорил, что скорее такой фриковый орган, который толку никакого не несет. Но он всегда говорил, что само наличие имеет значение в историческом смысле. Как бы, институт не работает сейчас, но то, что он существует, может оказаться полезным в период, я не знаю, перемен. Да, условно говоря, наступит некий вакуум, а в этом вакууме окажется структура, которая хоть как-то действует, и она как бы расцветет пышным цветом, если условия изменятся в положительную сторону. Ну, это очень умозрительное заключение. На самом деле, скажем так, при советской диктатуре тоже существовала адвокатура. Но это ведь не облегчало жизни людям, которые попадали в мясорубку советского правосудия. Так что, да и, собственно, впоследствии тоже адвокатура выросла, ну, в то, что она выросла сейчас, вовсе не из советской адвокатуры. Нет, я не думаю, что это связанные вещи, тут, наверное, просто человек путает квадратное и коричневое. Кстати, адвокатуру вот как бы даже не планировал упоминать, но раз уж вы вспомнили, тут поступает сообщение, что, значит, Булат Юмазилов вновь возглавил адвокатскую палату республики через какое-то время после того, как он находился в должности вице-президента. То есть борьба части адвокатуры республики с этой структурой, она, судя по всему, как бы не увенчалась успехом или это временное отступление, что это? Я не слышал, честно говоря, про назначение Булата Юмазилова обратно на эту должность, но если это так, ну да, это уже история, повторяющаяся фарси. То есть, как известно, история никогда не повторяется буквально, повторяется только в виде фарса. Но, да, безусловно, то есть на фоне общего упадка и отправления правосудия, и качества правосудия в стране, конечно же, расцвет адвокатуры ожидать, наверное, наивно. Ну вот мы получаем то, что получаем. Прошли у нас форумы зауральский, сабантуй всероссийский, дальше, не побоюсь этого слова, в международный питерский экономический форум. До этого были поездки за границу, встречи с руководством Казахстана того же прошли у Радия Хабирова. Не к ночи будет сказано. Да, про Казахстан сейчас это особая тема, точнее, про его президента, да. Значит, и в итоге, как бы тут разные точки зрения, но мы обсуждаем их здесь в эфире. Например, Наталья Зубаревич, известный экономист, географ, у нас тут в эфире, по сути дела, отказалась даже говорить более подробно про питерский форум, очень корректно уйдя на другую тему. А почему? Вот как бы это вопрос как раз-таки, часть моего вопроса. Почему так серьезные люди не хотят на эту тему, по крайней мере, выступающие критически по отношению к тому, что происходит, не хотят даже говорить на эту тему. А официальные власти республики, официальная пресса поет дифирамбы и называют крупные суммы, и все в миллиардах, а то и в десятках миллиардах рублей. Ну да, безусловно, эти оба бизнес-мероприятия, экономических мероприятиях, как не знаю точно сказать, они, наверное, важны для республики. Я вот затрудняюсь дать оценку, потому что вот здесь мы попадаем в такую западню. С одной стороны, нельзя сказать, что давайте не будем ничего делать, давайте оно само будет развиваться, оно само никогда не развивается, как известно. То есть, всевозможные такие вещи, они, ну, это не мы их даже придумали вообще-то. Это было много десятилетий назад, когда нормальная здоровая экономика другого мира породила вот подобные форматы обмена информацией, поиска партнеров, там всевозможные такие вещи. То есть, сами по себе форумы – это не зло. Зло – это их имитация, зло – это попытка за счет проведения или участия в форумах решать неэкономические вопросы. Вот это вот как бы то, что касается сейчас нас. Успехи Башкортостана в экономической сфере весьма призрачны. Достоверно о них неизвестно почти ничего физически. Есть только многочисленные публикации и прочие дифферамбы, как вы их назвали, в прессе. Есть новости будущего, которыми нас регулярно пичкает правительство и прочие ветви власти. Однако, ну, налицо ухудшение ситуации. То есть, Башкортостан стремительно снижается в рейтингах, скажем там. Ну, вот по доходам населения мы снизились на 4 позиции. По количеству бедных мы вдвое превышаем численностью бедных, например, соседний Татарстан. То есть, многие цифры звучат очень тревожно. Но, тем не менее, у нас происходит какая-то такая совершенно шизофреническая ситуация, когда мы видим в окно одно, а в телевизоре мы видим другое. Но есть рейтинг инвестиционной привлекательности. Есть рейтинг инвестиционной привлекательности, да. Где мы на самом деле в девятке. Ну да. Вот, если честно. То есть, если правильно арифметику смотреть, теперь просто пятое место, оно стало более вместительным, и в него вместили 4 региона. Или 5 регионов. Ну да, такими темпами там все остальные будут, видимо, на пятом месте. Да, ну то есть, все остальные оказались на всех остальных местах. То есть, это некий такой компромисс. Надо понимать, что рейтинги – это тоже хороший бизнес для многих, и потому как бы и много желающих в нем поучаствовать, ну и так далее, и так далее. Я вообще скептически отношусь к рейтингам вот нынешних времен, потому что в первую очередь нужно понимать о суде и кто. Если рейтинг составляет некая тоже государственная или квази-государственная организация, то там есть масса рычагов, давление, возможности договориться, обсудить и прочее, прочее, прочее. Так сказать, мягко выразимся. Вот. То, что касается участия в мероприятиях. Ну, Сибайский форум, насколько я понимаю, в этом году он будет проводиться в последний раз в Сибае, вернее проводился. И теперь есть планы провести его где-нибудь еще, подзадержался он там в этом Сибае. И там результаты этого Сабантуя вообще оценивать очень сложно, потому что много кто не приехал из числа очень важных приглашенных, трудно оценивать его репрезентативность и так далее. По поводу Петербургского форума, тут, конечно, налицо однозначно попытка выправить ситуацию с имиджем в глазах федеральных властей. Это было нужно, как говорилось в том знаменитом фильме, пойми, это золото нужно не всем, это золото нужно одному. Вот в этом смысле само по себе участие было направлено исключительно на одного единственного человека, который мог оценить или не оценить это участие. Это был Владимир Путин. И он, надо отдать ему должное, обратил внимание на цифровую юрту и на пляшущую пачку соды, и, в общем, ему все понравилось. Соответственно, задача была выполнена. Теперь вопрос цены. Да. Вопрос цены. То есть звучит цифра полмиллиарда рублей, которая была истрачена на вот эту всю композицию. На самом деле это вдвое больше, потому что есть масса скрытых затрат, которые никак не входили в эту смету. Ну, то есть, по моим прикидкам, это вдвое больше, чем то, что озвучивается. Даже без бизнес-джета, билетами аэрофлота из Италии. Ну, ведь бизнес-джет все равно полетел. Все-таки. Нет, я имею в виду, люди все равно полетели. Ну, да-да. То есть, они же не пешком туда пришли, то есть, только просто оплатили из других источников. Вот. Вот здесь была предпринята, наконец-то была услышана критика оплаты всех вот этих вот удовольствий из бюджета, и оплатили все удовольствия из параллельных источников. Да, то есть, так называемых небюджетных фондов. Типа Рекфонда. Фонд развития социальных программ, Рекфонд, там прочее-прочее. Там есть фонд главы республики. А самый большой вклад, конечно, внесла суда, которая даже не смогла написать правильную формулу, значит, вот этого своего главного продукта на фасаде. Написали формулу с ошибкой. Один лишний водород. Что навело меня на мысль о русском водороде? То есть, видимо, русский водород глубоко проник в тело соды настолько, что в молекуле натрия двууглекислого возник еще одна, еще одна молекула возникла, вернее, еще один атом водорода. Но, ладно, это шутки. То есть, оценивать участие в этом форуме нам, как жителям Башкортостана, можно только по реальным результатам, а их никто никогда не отслеживает. То есть, если мы через годик или полгодика спросим, а какова судьба этих проектов, давайте по списку, то мы какое-нибудь художественное мычание услышим в ответ. То есть, о продвижении, пополнении, развитии, обсуждении, согласовании и прочих вещах. А пока не очень с реализацией проектов. То есть, ну, посмотрим, вот, есть заявлено несколько проектов, но некоторые из них, конечно, такие регулярные, так скажем. То есть, условно говоря, встречается Хабиров с Мутко, который у нас теперь бросил заниматься олимпийским движением и занялся гражданским строительством. Ну, мужчина на все руки мастер. Виталий Мутко возглавляет Дом РФ. Они встречаются на форуме, обсуждают там какое-то, значит, части Дом РФ в судьбе Башкортостана. Но, вообще-то, и КОЗЕ понятно, что у Дома РФ есть некая государственная разнарядка, и он участвует в этих всех процессах. И будь он на форуме, не будь он на форуме, он все равно будет исполнять. Не надо раздувать щеки и заявлять о том, что этот дорогой Радий Фаритович лично убедил Мутко вложить 21,5 миллиард рублей в судьбу Башкортостана. А до этого никто не собирался. Да, до этого Виталий Мутко и не думал даже об этом. Мы тут путаем немножко государственную шерсть с частной, потому что, вообще-то, это бизнес-форум, а не форум губернаторов, которые договариваются с главами госкорпораций о развитии их территорий. Иначе бы должно быть другое было название. Так что, по другим проектам надо посмотреть. Меня больше интересует Амкадор, например. Будет ли у нас Амкадор или нет? Вот это вот сборочное производство белорусское – это очень характерная история. Потому что добыча катодной меди – это вечная история. При любой власти катодная медь будет добываться, продаваться, и все будет хорошо с ним. А вот Амкадор – это сложнее. То есть, ну, я не увидел ни одного технологического проекта, крупного, который бы касался технологий, а не сырья, и не участия госкорпораций в развитии региона. Я вот, к сожалению, этого не увидел, чтобы кто-нибудь построил тут завод каких-нибудь светодиодов, например, как у нас это принято делать в Башкирии. Каждый губернатор должен построить завод светодиодов. Как же инфраструктурные мегапроекты, вроде трассы Уфа-Краснодар? Ну да, но это уже совсем из разряда туннелей из Бомбея в Билибей, да? Никакой трассы в Краснодар, естественно, не будет. Хотя в последнее время в России наметилась некая концепция, такая копирующая путь развития Германии после Первой мировой войны. Вот это, значит, подъем экономики за счет строительства дорог, автобанов и всевозможных инфраструктурных проектов. Но мы ведь живем не в начале 20 века, а в начале 21 века. И мы уже прошли четвертый, по-моему, технологический передел. То есть, да и, собственно, ситуация немножко не та, что в тогдашней нацистской Германии. То есть и экономическая, и геополитическая, и климатическая, и все немножко по-другому. Такаева, да, именно, Растушман и Казахстан все-таки упомянули. Хотелось бы все-таки ваше мнение по поводу его высказываний на пленарном заседании в присутствии нашего президента, когда он, мягко говоря, не согласился по некоторым пунктам. Ну, приглашение Такаева на Питерский экономический форум – это колоссальный провал администрации Путина. Но вот то, что заявил Такаев в глаза Владимиру Владимировичу, собственно, начнем с того, что Такаев был единственным президентом легитимного государства на этом форуме. Даже Лукашенко не приехал. Ну, да. У него опять чего-то заболело или где-то что-то там случилось. Ну, Лукашенко – известный политический плут, и это говорит о том, что есть некое чутье о том, что, ну, может быть, к некоторым вещам не надо близко подходить. Или к некоторым людям. Такаев приехал с другой целью, суть по всему. Он не как Лукашенко, он не приехал просить денег. Он приехал по другому вопросу. И вот это заявление Такаева о том, что Казахстан не признает ЛНР-ДНР как отдельное суверенное государство. Более того, он их назвал там квази-государствами в составе Украины. То есть оно полностью перечеркнуло все попытки притянуть хоть какую-то часть бывших советских республик себе в союзники. Белоруссию считаем за скобками, да. Такаев, более того, он же еще и от ордена отказался. То есть по официальному заявлению его администрации была попытка сучить ему орден Александра Невского, что само по себе весьма циничный поступок президенту нехристианской страны вручить орден имени христианского святого. Это как-то особенно экзотично выглядит. Ну, в общем, такой двойной был демарш. Хотя на самом деле это не особенно что-то уникальное, потому что, например, Узбекистан примерно на ту же позицию встал, но просто не стал говорить об этом очень громко. Но были заявления и МИДа, и руководство страны. И многие-многие наши бывшие республики, а ныне суверенные государства, занимают такую же позицию. Равно как и Китай, и Индия, несмотря на уверение наших пропагандистов, тоже не намерены глобально нарушать санкции. То есть, вот. И признание ЛНР, ДНР, судя по всему, это будет удел России, Белоруссии, Науру и навеки вечные преданы нам Эритреи. То есть, как-то вот так. Возвращаясь к республике, все-таки у нас продолжают усиленно формировать дополнительные резервы в виде батальонов. Первый сформировали фактически уже, даже декларировали, что буквально в минувшие дни начали выплаты. Довольно-таки серьезные, кстати, в денежном выражении. Второй батальон анонсировали десантники на сей раз. И, в общем, этот процесс, по крайней мере, если верить официальной информации, идет очень бодро. То есть, много желающих, все это дело вообще нигде не тормозит. Вот это как бы что? Это общая тенденция по стране? Или мы хотим выделиться? Или у нас есть какие-то задачи? Что вообще это? Ну, безусловно, то, что Хабиров тему Донбасса и вот этого конфликта на Украине использует в личных целях, в том смысле, что он, не имея особых заслуг и успехов в управлении регионом, он ухватился вот за эту соломинку, в том смысле, что это хорошо приподнимает его рейтинг в глазах федерального руководства, это его неким образом обезопасивает от каких-то претензий и так далее. То есть, быть верным режиму сейчас очень надежно, очень как бы востребовано. И, соответственно, вот происходит некое избыточное участие. Мы 11 конвоев отправили, мы там ставим бюсты на этих вот сепаратистских территориях, мы там ремонтируем школы, мы туда делегируем своих чиновников, что весьма очень странно на самом деле выглядит. И с международной точки зрения, и с юридической точки зрения. Азамат Абдархманова, я имею в виду прежде. Не говоря уже о том, что подвергается опасности весьма ценный кадр из числа руководства республики, еще и мы ему как-то там платим. И его фронт работы здесь? Да, кто за него работает? Ну да. Это же Динов, что ли? Ну то есть, вот. Это очень такой скользкий момент, но однако эти все вещи сейчас никак не учитываются там ни правоохранителями, ни федеральными органами, это сейчас пока все зачисляется в копилку лояльности, что это хорошо, это ладно. Ну, как обычно, бывает ради Амфоритовича, тут начался некий перебор. То есть, некоторые регионы России, не все, но некоторые формируют вот эти добровольческие подразделения, их там, ну, может быть, пять или шесть, или семь. Не помню точно, вот я такой-то список видел, но мы аж два начали формировать. То есть, тут попахивает уже, ну, вот этими вот знаменитой фразой о том, что не надо жалеть русского солдата, русские бабы новых нарожают. Как тоже очень щедро башкирская земля жертвует своими сыновьями, как бы, вот в этом направлении. И, как бы, эту тему, видимо, закругляю, все-таки спрошу, а реакция более или менее внятная, да вообще какая бы то ни была, отсутствует от общественности на тему того, что, как бы, гибнут наши солдаты, более сотни уже, да, даже по таким очень поверхностным подсчетам. Ну, по официальным, по крайней мере, сообщениям, 109 человек. Из тех, что можно суммировать из публикаций, там, глав районов и так далее, действительно, около того, чуть больше, кстати, по-моему. Может, уже на сегодня больше. Вот, и это все, как бы, как должное воспринимается, в общем. Ну, это, есть психологическая подоплека вот этого всего. Ну, начнем с того, что у нас нет общественности, у нас нет общественных объединений, у нас нет эффективно работающих институтов. Вот, собственно, для этого и создается СПЧ, чтобы хотя бы имитировать их наличие, да. Да, вот я с ужасом смотрю некоторые, там, телеграм-каналы и даже официальные СМИ, где увлекаются вот портреты, значит, погибших в этих событиях из числа жителей республики. Там, официальные, то, что где вот главы районов приходят, там, на похороны. Там, мальчик 20 лет, 21 год, вот последние были, да. Это просто совершенно жутко смотрится. И я тоже тут разделяю недоумение того, что люди, почему никто никак на это все не реагирует. Объяснить это можно, например, то есть, тут есть масса, конечно, причин. Объяснить это можно тем, что, ну, вот в подсознании населения никакой войны ведь нет. У нас есть специальная военная операция, которую мы проводим на Украине. Так это звучит, так мы это называем. Так у нас в России это называется. Соответственно, это не вызывает такого вот, ну, такой паники или какого-то настороженности. Ну, государство, в конце концов, вечно чего-нибудь такое делает. Любое государство где-то чего-то там наводит какой-то порядок или беспорядок. Это уж кому как повезло. А нет мобилизации. Соответственно, это тоже, ну, не давит на матерей, там, жен и прочее. То есть, все вот это носит такой некий гибридный характер, потому не вызывает, ну, инстинктивной паники у населения. Которая случается в случае любой войны, когда там, вот, там, любая война вызывает панику и беспокойство, и там, ну, и дальнее развитие этих чувств у любого народа. То есть, я не говорю конкретно про Россию, про сегодняшний момент. Так что вот, есть такая специфика. Ну, а то, что общество глухо и анемично, это факт. То есть, помимо того, что оно не обладает сейчас какими-то выраженными лидерами и какими-то институтами, оно и само по себе еще вот в такой какой-то прострации пребывает. Вы, как бы, ну, можно сказать, специализируетесь на том, что анализируете те или иные публичные высказывания тех или иных чиновников высокопоставленных, которые прежде всего звучат на оперативках по понедельникам. Хотелось бы вот некий срез сделать на текущую ситуацию, да, как бы, условно говоря, слабые звенья, сильные звенья во всей этой иерархии, ждать ли каких-то кадровых перестановок или, может быть, какие-то, я не знаю, ожидаются прям отставки буквально или назначения. Вот что важное в этом направлении вы сейчас можете выделить? Ну, самое важное это то, что ротация у кадров, у Хабирова происходит практически постоянная. Это говорит о слабости самой конструкции, это говорит о необдуманности решений, то есть, много о чем это говорит. Про грядущие отставки я пока никакой информации не обладаю, но я знаю, что сейчас рассматривается, например, такой концепт, что токсичных и слабых чиновников из числа высокого или высшего руководства регионов можно будет направить туда же, вот на этот Донбасс, поднимать народное хозяйство. Единственное, что пока вот не проработана вот эта вся вот логистика, да, то есть, как это все делать, и имеется в виду законности, там, должностные и прочие все вещи. То есть, мало кто из министров регионального правительства, наверное, согласился бы работать министром непризнанной какой-нибудь там сепаратистской территории без достаточной для этого мотивации, да, как финансовой, так и репутационной, так и, ну, в конце концов, какой-то там, значит, еще. Но, с другой стороны, можно подловить какого-нибудь министра на каком-нибудь нехорошем конкурсе и отправить его туда, ну, то есть, условно говоря, если не шантажеры, то убеждая в том, что это нужно сделать. Судя по всему, к этому дело идет, и если мы узнаем о том, что пару-тройку наших министров, там, какую-нибудь Ленару Иванову или, не дай бог, какую-нибудь еще Ахмадинурову туда отправят, который министром не является, но дико раздражает местное население, то это будет вот примерно такая концепция, то есть, устранение через повышение. Вот. Уже известно, что сейчас активно набираются кадры не только административные, но и всевозможные рядовые, то есть, и военные, и невоенные, то есть, речь идет о учителях, строителях, всевозможных специалистах, которых нет на территории Донбасса по определению, то есть, ну, плюс к этому идет внедрение туда кадров российских для укрепления влияния. Это тоже очень объяснимо. Так что, нет, таких отставок, чтобы прямо пинком под зад, у них давно уже не практикуется, а вот чтобы вот куда-нибудь на Донбасс, это запросто. Угу. Если пройтись по основным, скажем, направлениям, да, которые звучат на тех же оперативках, я не знаю, там, сферы ЖКХ, транспорта, медицины, в основном, как бы, здесь, ну, более-менее новые люди, да, ну, хотя уже, наверное, Морзаева новым назвать нельзя в сфере ЖКХ, ну, вот Булышев по транспорту, да, у нас в последние дни звучат новости, будем говорить, не только по текущим, там, ремонтам, ямам и каким-то там мостам даже, а какие-то контракты заключаются, интеллектуальные системы в Уфе анонсируют на миллиард рублей. Это все, насколько реалистично, на ваш взгляд. Просто у меня дежавю, мне кажется, я все это слышал и не раз. Да, да. Первые годы Елалова, например, мы все это слышали и не раз, и фантазии с фантазией действительно не очень. Тут есть некий феномен. При всем том ужасе, который творится в российской экономике, рублей в ней стало существенно больше. Идет рост доходов бюджетов регионов, в том числе и у нас чуть ли не на 30% выросли доходы бюджета. По разным причинам. Деньги нужно осваивать. Это вот эта вот сакральная терминология наших чиновников, деньги нужно осваивать. И вот сейчас они их бурно осваивают. То, что касается контрактов по системе безопасности движения в Уфе, меня здесь даже не столько вот эта система камер напрягла, потому что надо вникать, насколько она реальна и насколько она реализуема. Меня насторожила вот эта история про два практически одинаково звучащих как минимум контракта на разработку системы оптимизации движения, дорожного движения. То есть неким научным организациям заказывается исследование ситуации и выдача рекомендаций на тему оптимизации движения, дорожного движения в Уфе. Но почему-то Минтранс и город одновременно заказывают в разных этих вот ведомствах два практически одинаковых продукта. У меня сразу вопрос, ребят, совсем деньги некуда девать? Потому что речь идет о миллионах, о десятках миллионов рублей на самом деле. Только за проектирование, только за стопочку бумаги, которую вот выдадут эти рекомендации. Но почему одновременно делается два контракта? Кто-то вообще у них, кто у них главный вообще? Булышев или Мавлеев? И вообще, кто эту сферу курирует, чтобы она должна быть подконтрольна кому-то одному или хотя бы одному органу власти? То есть я не понимаю. И многие не понимают. Но видно, зато видно неооруженным глазом, как действительно со страшной скоростью именно осваиваются денежные средства. Вот это заметно. Так что, ну вот, то, что касается транспорта, это, конечно, у нас ситуация просто какая-то аховая. Я не знаю даже как. Сейчас вот вышла новость о покупке 62 автобусов. Прямо, ну, захлебнулся от восторга наш Башинформ, там, все опять принято. Ну, господа, в стране нет автобусов. Москва стоит в очереди и не может купить автобусы. В стране нет автобусов. Мы сколько угодно можем заявлять о покупке автобусов, мы их не можем купить, их негде купить. Но тут, по-моему, это как раз те, которые мы не могли купить чуть раньше, но, видимо, все-таки их собрали. Мы их не могли купить раньше, а теперь не можем купить сейчас. Но нету их, нету наличия, их не будет сейчас в ближайшее время, пока не решатся вот эти проблемы с поставками. Потому что автобусы это особенно насыщенные импортными комплектующими вещи. Так что нет. Вот это меня очень раздражает и очень пугает. Транспортная система, с одной стороны, мы пытаемся тут развивать экономику. И удержать ее на плаву за то, что мы там, за счет того, что мы вкладываем гигантские деньги в инфраструктурные проекты. А с другой стороны, мы не можем навести порядок, вот, ну, извините, там, на тещином языке, да? Да, кстати. Вот у нас там в последнее время резонансная история. Вот здесь история с этим тещиным языком совершенно категорически простая. Есть ответственные лица, которые должны были обеспечить безопасность на этом участке дороги. Он, как известно, особо опасный многие десятилетия. Там внизу под этим обрывом кладбище-фур. При этом есть система, единая система безопасности дорожного движения, которая, это некая система камер, которая обслуживается управлением дорожного хозяйства при эминтрансе. И вот теперь она не обслуживается, не законтрактована уже, как бы, пару месяцев. То есть не функционирует. И она была установлена тоже там, на этом тещином языке. Теперь мы за два месяца имеем один труп и две аварии. У меня простой вопрос. Будут ли вопросы к эффективности деятельности господина Шамхалова и господина Ишмуратова? То есть, соответственно, начальника УДХ и его зама по эксплуатации. Потому что здесь вот проследовывается конкретная причина следственной связи. Я знаю, что родственники погибшего сейчас намереваются. Вот сегодня там похороны в Тюмени. Вот проживал погибший водитель. И вот сегодня похороны. И родственники погибшего намерены, как бы, обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечь ответственности. Тех, кто эксплуатирует этот участок дороги. Я не знаю, чем там все это закончится. Но мне интересно. Ну ладно, Булышев это абсолютно декоративная фигура, которая ничего там не решает и ни на кого не влияет. Но есть же более высшестоящие инстанции у нас. То есть, в правительстве и премьер-министры, и, в конце концов, Хабиров, которые все это дело видят. Они каким-то образом оценят эффективность вот этих сотрудников. То есть, Шамхалов бывший милиционер. Практически никакого отношения не имеющий к дорожному хозяйству. То есть, по крайней мере, буквально от слова «практически». И Шамхалов не знаю. Но к ним, к обоим, эти вопросы. Ну тут, как говорится, посмотрим. Да, вот это настораживает. Мы, с одной стороны, заявляем огромные затраты, огромные инвестиции. То есть, мы строим мосты, дороги, пароходы, переходы, туннели. А с другой стороны, мы не можем навести порядок на одном развороте, на котором десятилетиями это происходит. Где известная опасность. Да, все знают. Даже я, не будучи дальнобойщиком, знаю, что тещин язык – это какое-то гиблое место. Конечно. Все там притормаживаем мы, когда проезжаем. Вот, кстати, реплика, что ли. Согласны ли вы, если согласны, на сто ли процентов, хочу спросить. Ирина пишет. Такое ощущение, что у нас вообще нет профессионалов в республике. Вообще, она говорит. Ну, безусловно, они есть. И они есть и в ведомствах, в том числе. Даже так, да, на самом деле. Потому что, знаете, когда начальник дурак, подчиненные должны быть поумнее. А то все остановится. Вопрос только в том, какова координация и каков менеджмент вот этих всех учреждений власти и министерств и так далее. Вот менеджмент, высший менеджмент министерства, с рук вон плохой. Рыба, как известно, гнил с головы. Солисты есть, им не дают проходы, им не дают возможности развиваться. Они массово отъезжают до другие регионы. Как известно, даже наши чиновники уже работают в других регионах. Недавно из области строительства товарищ в Ямал-Ниньском автономном округе стал руководителем. Работал в музее Башкирии. Бегут. Ну, как бы, нет, ответ мой нет, на самом деле. Специалисты есть, но им не дают работать. От Риты вопрос. Сможет ли Россия стать либерально-демократической страной при такой пассивности масс? Такое бывает? Может, есть какие-нибудь исторические параллели других стран? Спрашивает она. Ох, непростой ряд вопросов. Это очень непростой вопрос, да. На самом деле, конечно, страна – это то, какое ее делает население. Это, там, нет вот этих… Есть, конечно, понятие о роли личности в истории, там, роли, там, Гитлера, Наполеона, Сталина, Путина, еще кого-то, но все они сделали то, что они сделали, исключительно в той общественной данности, в той стране и с тем народом, с которым они столкнулись, да, то есть с которым они жили, там, в одной стране и с которым они на самом деле сотрудничали. Все перечисленные мной люди, безусловно, находились в связи со своим народом и никогда бы не сделали того, что весь народ не хочет. Или большая его часть, или подавляющая его часть, или самая активная его часть, да. То есть мы знаем, как, с каким восторгом приветствовали Адольфа Гитлера в Германии, как он действительно демократически был избран первоначально на свою должность, этого никто не отрицает, но это была историческая ошибка немецкого народа, как теперь известно. Значит, так что, вот, отвечая на этот вопрос, он, конечно, действительно не на одну передачу вопрос, конечно, только качественное изменение настроения и запросов на демократию со стороны населения, только это качественное изменение может повлечь за собой переход страны в другое состояние. То есть тот народ, который хочет деспотии, тирании и диктатуры, ее непременно получит. Или тот, кто не против деспотии, тирании и диктатуры, тоже непременно получит это все. А тот, кто против и стоит на каких-то принципиальных позициях, конечно, не допустит этого. Единственный, кого боится, например, сейчас Путин, это народ. То есть он не боится ни Запада, ни Востока, ни Севера, ни Юга, ни инопланетян, ни привидений, он боится только собственного народа. То есть, как бы, вот ответ на вопрос. Хорошо. Ну тогда все-таки от глобального прямо-таки к вестичковому перейдем, потому что на уровне УФА хотелось бы тему обсудить. У нас продолжается бурная, по крайней мере, публичная деятельность нового главы администрации. Ратмир Мавлиев периодически посещает дворы, встречается с людьми. Чем-то это напоминает предвыборные встречи кандидатов в депутаты. Скажем так, у действующих мэров в последние годы, как минимум, да и в принципе, на моей памяти, не было. Ну, ни Мустафин, ни Греков, ни Елалов до этого так, чтобы по районам специально с людьми встречаться, будучи действующим мэром, такого не было. Как вам это все? Ну, все просто. Мавлиев просто не местный, он изучает город. То есть реально изучает? Ну, название улиц, расположение, прочее. Нет, может, уже тихонечко, как он пишет, ночью я проехал, вот ночью можно дальше ездить. Нет, он ночью искал тех, кто разметку делает. Заодно и улиц. Нашел одну бригаду, может, заблудился, не знаю. Нет, я с юмором отношусь, с иронией отношусь вообще к Мавлиеву как мэру. Я считаю, что это некая такая совсем уже фикция, которая, ну, обернется, конечно, впоследствии большими проблемами, но зато весело. Зато он катается на скутере, на велике катался, запретили, сказали, нарушаешь дорожное движение. Да, вот вчера он проехал. Он вообще безупречно проехал, да, почитал правила ГИБДД, все это, вот. Не знаю, это было бы смешно, если бы не было так погубно, на самом деле, для города, потому что, ну, настолько человек непригоден, на самом деле, для этой должности, на мой взгляд. Не готов, условно говоря. Он вот там что-то зашел в тупик, побежал советоваться там с всякими Емалдиновыми и так далее, то есть с бывшими мэрами. Ну, это так все комично выглядит, ну, правда, вот. Я не знаю, как давать оценку, что он встречается с бабушками во дворах. То есть в 21 веке нужно иметь информацию не через с бабушками во дворах, а вот через всякие электронные видеосистемы и прочие контроли. Сбор информации должен быть мгновенным. Как долго он собирается ходить по дворам, чтобы сложить себе общую картину? Ну, вот, позволю себе не согласиться, в нашем микрорайоне бабушек практически нет, там сплошная молодежь, молодые семьи с детьми с ним встречались. Нет, я утрирую, но какая разница, как долго он будет встречаться с молодыми семьями? Не знаю, да. Это же пока обойдет весь город, он же уже на пенсию выйдет. У нас очень большой город, его ногами нельзя ходить. У нас специально есть технологии, специально обученные люди, а еще у него есть администрация районов. Ну, то есть это немножко наивный какой-то, как вы правильно заметили, какой-то немножко такой предвыборный подход. То есть в конечном итоге мы приходим, что практически 90% действий, заявлений, выступлений Мавлиева – это все просто такой наивный пиар. То есть вот показать себя лучше, чем я есть, или доказать всем, что я хороший и так далее. То есть а ты докажи, что ты умелый. А ты сделай так, чтобы не было проблем, например, Сипаилова с транспортом. Не после того, как там, значит, открыли этот парк и начал народ что-то шуметь. А вообще. Попробую парировать, да. Как бы есть позитивные, наверное, вещи, хотя бы в публичном, опять же, пространстве. Заявления, которые говорят, что слышат. Например, вроде как взяли паузу по поводу арт-объекта на центральном рынке. С тем же транспортом. Услышали, что это делают. Хотя, с другой стороны, как бы тут вопрос, да, охватает ли полномочий. Но, опять-таки, вот буквально новости поступают, что Олег Хмарин, который руководил этим направлением в администрации, в итоге меняет свою работу. То есть выводы какие-то делаются. Не это ли как раз действие в попытках что-то изменить в лучшую сторону? Ну, действием я это назвать бы не осмелился. Думаю, что это просто суета какая-то. Ну, во-первых, идет смена команды. То есть, а для того, чтобы найти повод для замены одного чиновника на другого, ну, наверное, особых усилий не нужно. Меня, честно говоря, пугает нефтекамская диаспора в администрации города Уфы. Потому что, ну, по определению, это люди из маленького города, приехавшие в Большой. То есть эти квалификационные, они непригодные, то есть они не управляли такими сложными системами. И откуда взялась эта уверенность, что смогут? Ну, вот эту девочку, которая пирожки пекла, потом машинами торговала, ее ставят курировать всю строительную сферу Уфы. То есть человек никогда в этой сфере не работал, но зато она там какая-то добрая, знакомая Мавлеева. А направление чуть ли не ключевое, получается. А направление, ну, оно сложное, по крайней мере. То есть, вот, понимаете, Руслан, вот вы хороший человек, а если завтра вас поставить главврачом 21 больницы, то, скорее всего, у нас смертность возрастет. Вот, даже не потому, что вы будете злодействовать, а потому, что вы нифига не умеете управлять большой крупной клиникой. Ну, как минимум, врачи, будучи специалистами лучшими, они меня как бы вокруг пальца будут упадеть. О чем речь, да? Нет, хороший человек – это не профессия. Ну, да. Вот они никак этого понять не могут. С другой стороны, существует паранойя, у нас в чиновничной среде существует паранойя и непонимание, что хороший специалист – это благо. Даже если он не знаком лично, или он не брат, или там не сын какого-нибудь вашего знакомого, то есть, у них же только так. Или он не клялся в верности, например, кому-то, да, не приносил там клятву на крови, что он будет хранить секреты, тайны и прочее, прочее. Вот эта девочка, которая пирожки пекла и машинами торговала, причем в структурах Мавлиева, я уверен, что он ей доверяет. Она наверняка надежный человек, но просто так человеку не позволят машинами торговать, да ведь? А может действительно, как бы, нет людей. Просто у нас уже третий глава администрации, и ко всем примерно одни и те же вопросы. Ну, те хотя бы местные были. Нет, людей становится все меньше. Это говорит нам и статистика, и перепись населения, и вообще. Да, он, кстати, об обратном говорит. Людей стало больше и в Уфе, и в республике, если верить цифрам. Нет, ну, это, если, к смотри, кому мы верим, да, то есть, если Росстат, то меньше. Вот, значит, ну да, с кадром беда, это безусловно. То есть, ну, так или иначе, они все-таки где-то есть. Их надо искать, мотивировать. Вот как поступает республика Татарстан. Она буквально охотится за этими кадрами вообще везде вокруг. Есть понимание того, что, вот, скажем, в руководстве республики, в руководстве крупных городов, в руководстве крупных компаний государственных в Татарстане должны стоять квалифицированные кадры. На моей памяти одного очень неглупого парня здесь у нас из Башкирии, из числа руководства, он тогда был министром, очень настойчиво приглашали работать в Татарстан. Прямо вот заманивали, заманивали, и квартиру обещали, и там, значит, всякие блага обещали. Совершенно законные, прямо скажем, но вот прямо вот обещали. То есть, это речь идет о той кадровой политике, когда выбирают ни брата, ни свата, а он никакой там вообще никому был, ни родственник совсем, и ни друг даже, и ни сын. Так что нет, меня пугает ситуация с Мавлиевым, пугает кадровая политика, потому что мы начнем получать, когда эти результаты, вот того, что он надел, будет уже поздно об этом говорить. Сейчас мы видим процесс. А в каких областях, кстати говоря, эти результаты начнут ощущаться, по вашему мнению? Условно говоря, зимой снег не уберут банально, или у нас что-то будет швак со строительством, или разметку эту несчастную так и не нанесут к первому июля? Ну, разметку не нанесут, конечно, к первому июля, и так, ну, это уже понятно. Значит, да и к 27 июня не закончат ямочный ремонт, хотя перенесли на 12 дней сроки. Проявляться это будет, есть два вида проявлений, явные и скрытые. Явные это, вот, да, то, что вы сказали там, значит, начнется спад строительства. Значит, начнется вот это инфраструктурное, значит, разрушение, то есть оно и так уже началось. Из недели в неделю увеличивается количество отключений ресурсов. Но есть еще скрытые. То есть это бюджетное наполнение, это эффективность расходования бюджета города, это бизнес-активность, которая очень четко реагирует на вменяемость, невменяемость администрации. Городской. И тут будут, конечно, вот эти эффекты мы получим с некоторым, как бы, ну, лагом, да, то есть, возможно, там, через 2-3-5 месяцев. То есть, вот, а некоторые получим побыстрее, вот, разметку дороги. Это да. Понятно. Экс-глава Игринского района начал активное наступление на своих оппонентов, пишет нам слушатель. А по словам Ильдара Исангулова, его оппонента, по сути, он начал это делать, уверовав, что Ради Хабиров уходит. И поэтому можно, как бы, главное, продержаться до этого самого ухода, и, соответственно, дальше все будет в порядке. Потому что так называемый наезд начался с первого публичного выступления Хабирова еще в январе. Кстати, оба у нас были в эфире вот на этой неделе. Исхаков пришел, в общем-то, отрицая это по всем пунктам в связи обвинения. Ну, Исангулов говорит, что тот, мягко говоря, лукавит. Очень для меня загадочная история. Я наслышан про господина Исхакова еще в будущем, когда я работал на госслужбе, в администрации президента. Я помню, много легенд ходило про его подвиги в этом районе. Я знаю, как ему, значит, благоволил Муртазар Ахимов, как все это было. Ну, Иглинский район вообще такой сказочный. Он второй после Уфимского. По сказочности ситуации, по стоимости земли, по насыщенности такими вот чудо-городками и вообще заинтересованностью бизнеса в этой земле, Исхаков, конечно, очень интересный персонаж. Но мне непонятно, то есть и с ним более-менее понятно. То есть как это все случилось, исторически понятно. Я не вдавался в юридическую подоплеку этого вопроса, не знаю, насколько он законно все это оформил, то есть есть ли у него документы и прочее, не смотрел, не вникал. Но мне больше интересует Хабиров в этой ситуации. У него таких Исхаковых в каждом районе по три. Поменьше масштабами и прочее, но принцип тот же. Принцип наверняка. Да, принцип завладения имуществом был тот же. То есть я не даю оценок, законное это или незаконное завладение, но обретение так назовем. То есть каждый глава района, который хоть сколько-нибудь существенное время провел на этом посту, особенно в бытность Муртазара Ахимова у власти и ради Хабирова у власти, надо не отделять, Муртазу Ахимову никогда нельзя отделять от ради Хабирова, они плоти от плоти, значит, вместе в этом. Так вот, в тот период каждый глава уходил с этой должности, если он не уходил в мир иной, то он уходил вполне себе обеспеченным человеком с активами и всевозможными земельными наделами. Многие из них переквалифицировались в крупные земледельцы, у нас один есть министр сельского хозяйства, который стал крупным таким сельхозпроизводителем. Такое совпадение, да? Был министром сельского хозяйства, он стал владельцем крупного такого сельхозпредприятия. Ну ладно. То есть, почему Хабиров кинулся именно на Неглинский район? Вот что мне важно. Значит, там какая-то собака порылась на самом деле. То есть, там надо искать подоплеку, что, судя по всему, там есть какой-то такой персонифицированный конфликт. Возможно, что-то не поделили. Не знаю, не вникал. Я вот со стороны наблюдаю, это вот борьба бобра с козлом, или как это, шутка есть, такой вот поединок, да? То есть, добра со злом и бобра с козлом. То есть, кто из них, кто, мне достоверно неизвестно, но я вижу, что здесь что-то такое, не объективное на самом деле присутствует. Вот у меня есть такое ощущение, по крайней мере, субъективное и мое личное. Но Хабиров излишне активен в этом вопросе. При этом он проявляет абсолютное безразличие к массе глав районов, которые или уже по уши во всем этом, или, ну, очевидно, такими же вещами занимались, или занимаются. Там парочка-тройка и вот закадычных друзей из числа глав районов творят страшные вещи у себя. Там возьмем, возьмем Илишевский район. Там же жуть какая-то творится. Да, про Саратамарский пишут недоброжелатели, что вот, мол, опять, дескать, человек там из команды, там, что-то не из Красногорска. Да, да, Красногорский и счетовод какой-то опять туда прибыл, значит. Я вот про это, вот в конфликте из Хакова-Хабирова меня вот настораживает вот эта вот истерика самого Хабирова на эту тему. Так что вот как-то так. Уж не совсем, конечно, это в теме наших, как бы, бесед, но все-таки вот про все новости у нас сегодня поступают. Банан. Про банан, да, да, да. Но они же уже объяснили, зачем он им нужен. Да? Я сейчас пропустил. Ну, вкратце тогда, для тех, кто не в курсе. Администрация одной из колоний внезапно объявила конкурс на покупку такого надувного банана, на котором катаются по море, там, или по реке, или по озеру. Ну, тут же бурно среагировали наши СМИ, сказали, что какого черта, значит, нужна эта штука. У них, оказывается, есть турбазы, на которой отдыхают сотрудники. Вот они для этой турбазы, значит, закупают этот банан. Ну, даже если это вообще нормально, вот так вот делать? Ну, как? Ну, дело в том, что у нас все эти ведомства, что ФСИН, что МВД, что ФСБ, ну, вообще крупные вот такие вот ведомства, они, ну, обросли всевозможными непрофильными активами, да, то есть у них есть там какие-то турбазы и дома отдыха, какие-то там, значит, склады, я не знаю, много что, да, есть. Соответственно, во время от времени появляются вот такие вещи, да, то есть, ну, они покупают же столы и стулья, это просто не вызывает интереса, вот там у Башинформы или еще у кого-нибудь, но тут решили купить банан. Насколько это законно, это надо смотреть по, ну, бюджетному законодательству, насколько они вообще, в принципе, обязаны или не обязаны обеспечивать, но если это их турбаза, наверное, они имеют право ее оснастить там какими-то объектами развлечений, еще чем-то, да, то есть я не знаю. Ну, это просто такой казус, на самом деле. Лучше бы следили за закупками Минтранса и нашего городской администрации, которые, ну, озаруют значительно более на серьезные суммы и на значительно большем масштабе. Да, причем в этих случаях это деньги как раз-таки наши, муниципальные или республиканские, а в случае ФСИНа это как бы федеральный бюджет исключительно, как бы тут больше-меньше, нам от этого не легче. Да, вот вопрос нам пишут довольно-таки неожиданный, ну, почему бы и нет. В Кумертау, где родился скончавшийся музыкант Юрий Шатунов, установят памятник артисту. Мэр Фролов об этом заявил. Как вам история? Да почему нет? Почему нет? Ну, если у Шатунова есть огромное количество поклонников, я акцентирую на слове, если, если они хотят, если граждане Кумертау, жители, там, у них, мы предположим, будет какое-нибудь публичное обсуждение, там, мэр вынесет, они все это обсудят, там, большинство народу скажет, да, а потом утвердят, там, эскиз этого памятника. Да почему нет? Да ради бога. Ну, так или иначе, там, заметную фигуру, я не поклонник его творчества, но, в конце концов, все мы имеем право на свой вкус и выбор. Пускай ставят. Кстати, вот выше, отвечая на один из вопросов, упомянули численность населения, сравнили, да, скажем, результаты переписи и данные Росстата. Когда мы эту же тему обсуждали с Натальей Зубаревич, она, как бы, улыбнулась в очередной раз и удивилась, ну, зачем вот эти вот у нас симпатии круглым цифрам, да, я когда сказал, что вот у нас, судя по всему, было очень большое желание, ну, никак не уйти ниже 4 миллиона. Ну, да, да. И, как бы, это не я придумал даже. И она такая, ну, вот, ну, зачем это все? Кстати, зачем это все? У нас даже не просто сохранилась численность, у нас она выросла же по итогам переписи. Ну, по словам Хабирова, да, выросла она. Ну, понимаете, он скоро скажет, что он сам вырос сантиметров на 10. И мы в это все поверим, да? Не знаю, вот мы-то как раз для того и сидим здесь, чтобы подогнать. Говоря о мотивации, здесь очень просто. Например, если Уфа перестанет быть миллионным городом, то это будет довольно большой имиджевый удар по городу, в том числе и для инвестиционной привлекательности, потому что многие корпорации, например, начинают свою экспансию в регионы просто с миллионников. То есть генеральный директор говорит своему секретарю, принеси-ка мне, милая, список городов-миллионников. И вот там не окажется Уфы, например. А Уфа реально рискует перестать быть миллионным городом вот с этой тенденцией. Ну, теперь о четырех миллионах. Во-первых, Хабиров как только пришел в Башкирию, вот вторично он заявил, что он добьется, что население Башкирии станет как минимум четыре миллиона сто тысяч человек вот буквально уже скоро. А тут бац, и оно опускается ниже четырех миллионов. Не исполнил, не смог. Ну, понятно, что его личные возможности по размножению человеческой популяции, они весьма скромные, и, надо сказать, он приложил максимум усилий к этому, но он же как глава региона должен беспокоиться о сбережении российского народа, то, что ему заповедовал Владимир Путин, и не только ему. С этим сбережением все плохо. Люди гибнут на дорогах, у нас рекордная детская смертность, у нас колоссальный отток молодежи из региона, и вот изобрели вот этих вот мифологических пенсионеров, которые, оказывается, не зарегистрированы, но проживают. Как бы это проверить? Ну, в общем, ловка была вот такая. Значит, ну, вот я объяснил, почему Хабиру нужны четыре миллиона, и почему миллион нужен Уфе. Уфе точно миллион нужен, потому что мы резко пропадем из этого вот радара крупных компаний, которые захотят у нас здесь быть вообще, в принципе. А разве есть надежда на крупные компании? Это же было актуально, когда, условно, Икея садилась, и куда мы зайдем в Уфе? В России, думала. Нет, ну, во-первых, будем надеяться, что это будет актуально там в каком-то обозримом будущем, потому что, если мы потеряем статус миллионного города, ну, нам будет довольно трудно его вернуть потом. Ну, а во-вторых, там с этим связано еще много всяких вещей, в том числе и бюджетные процессы очень сильно связаны со статусом населенности и ненаселенности, как бы, города. Тут есть нюансы. А то, что лично Хабирову нужно четыре миллиона там с хвостиком, ну, это его личная проблема.